так надеюсь что сейчас все заработает так значит установить надо будет такую штуку вот так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальше работает браузер, который вы будете запускать на дистанционном управлении. Это могут быть разные браузеры, и всякий раз кто-нибудь не работает в данный момент с данной версией Selenium. И плюс ко всему там есть еще такая промежуточная программка, которая называется Driver, которая как раз осуществляет взаимодействие. Это такой посредник между вот той программой, которая вот этим Selenium и непосредственно браузером. Соответственно, всякий раз, прежде чем это все заработает, нужно немножко повозиться. Надеюсь, что сейчас у нас все-таки все заработает. Но давайте, прежде чем мы будем мучиться с установкой этого самого Selenium, мы поговорим о том, зачем все это нужно. Вот смотрите. Допустим, вот я сейчас зашел на сайт интернет-магазина, и вот, допустим, я иду в категорию молочные продукты. Вот у меня сейчас, когда я сюда кликнул, полностью страничка перезагрузилась. Ну, зачем мне это location? Ну, хорошо, вот я сейчас еще кликнул, сейчас тоже полностью перезагрузилась. Упс, теперь все пропало. Вот. Ну, вот, допустим, мы попали сюда. Смотрите. Вот нам сайт выдал вот такую как бы страничку. Теперь, если я сейчас нажму вот сюда вот, на вторую часть этой страницы, произойдет следующее. Видите, страница целиком не перезагрузилась. На какое-то время выскочил индикатор того, что что-то происходит. Крутящаяся такая штука. И дальше магическим образом содержимое вот этой страницы обновилось. Это означает... Ну, вот я сейчас еще раз вернусь на первую страницу. Вот такое поведение означает, что вот эта страница, которую мы сейчас видим, ее нам вот в таком виде, в каком мы видим, веб-сервер никогда не возвращал. Он вернул какую-то страницу с каким-то встроенным JavaScript-кодом. Когда мы кликнули вот сюда, JavaScript-код сделал дополнительный запрос на сервер. Сервер ему отдал вторую, так сказать, вторую часть этих продуктов. И дальше JavaScript встроил эту информацию в нашу страничку, которую мы видим. Поэтому, например, просто с помощью requests, так как мы делали в прошлый раз, получить HTML-ку, которая соответствует вот этой странице, которая у меня сейчас открыта, невозможно. Скорее всего. Ну, насколько я знаю, действительно невозможно. И если мы хотим такие вот эти цены поскрепить, то нам сейчас придется использовать Selenium. Чем мы сейчас и попробуем заняться. Давайте. Смотрите. Давайте я попробую сейчас использовать Google Chrome. Не знаю, чем у меня получится на эту тему. Значит, Selenium может работать там со всеми современными браузерами. С Safari, с Chrome, с Firefox. Не знаю насчет Microsoft Internet Explorer. Или Edge. Не знаю, умеет ли он с ними работать или нет. Ну, а давайте я попробую сейчас использовать, например, Chrome. Значит, ну, я начну с того, что попробую сделать вот так. Теоретически, если вы не хотите Chrome, вы можете здесь написать Safari или еще что-нибудь. Но дальше тогда вам придется выполнять другие действия, хоть похожие. Если у вас установлен Chrome, то лучше использовать то же самое, что и я. Ну, вот я сейчас пытаюсь его просто так запустить. И, скорее всего, у меня ничего не запустится. Если он поднял разницу, то будет не страшно. А? Нет, совершенно нет разницы. Он запустит совершенно независимый, так сказать, совершенно независимый браузер. Ага, так, сейчас, давайте посмотрим. Ну, допустим, я попробую что-нибудь открыть. Допустим, я попробую открыть вот эту самую key-достатку. Вот эту страничку. Ну, значит, надо ему сказать, чтобы он его разблокировал. А сейчас на ошибку посмотрим. Так, драйвер, видимо, не open, а по-другому, не знаю, цветет что-нибудь. Все, посмотрим, заработает ли оно у меня. Я надеюсь, что нет. Тогда я смогу вам показать, какое сообщение оно выдает и как с ним жить. Не, ну вот, у меня, видимо, все слишком хорошо настраивано. Да, смотрите, значит, по идее, в какой-то момент вы должны были получить сообщение об ошибке. И в этом сообщении об ошибке вам предлагается скачать штуку, которая называется Chrome Driver. Вот, в данном случае нам придется подчиниться, действительно, скачать штуку под названием Chrome Driver. Это можно сделать просто так. Chrome Driver, сейчас я просто загуглю это. И вы тоже загуглите. А, ну, отлично. Значит, можно перейти просто по этой ссылке. Давайте попробуем последнюю версию. Ну, тут как бы история такая. Версия Chrome Driver должна соответствовать версии Chrome. Если у вас Chrome последняя версия, то вам нужен Chrome Driver тоже последней версии. А, вот мы когда переехали. Я бы советовал просто скачать и поставить Chrome. Это займет примерно 3 минуты и упростить нам жизнь. Но если вы категорически не хотите пользоваться Chrome, то вы можете, например, пробовать использовать Safari. И тогда вместо того, чтобы устанавливать Chrome Driver, вам придется устанавливать Safari Driver. Можилла, опять же, можете попробовать использовать. Как получится? Firefox можете попробовать. Я не помню, требуется ли сейчас для Firefox какой-то посредник или он может с ним напрямую работать. Значит, этот самый Chrome Driver, его никак не нужно устанавливать. Его нужно просто скачать. Там будет D-файл, скорее всего, скачать и распаковать куда-нибудь. А потом, когда вы вызываете вот эту команду, здесь нужно указать опцию Executable Path и вот здесь указать адрес вашего Chrome Driver. Ну вот, его не нужно как-то специфическим образом устанавливать, а его нужно просто распаковать куда-нибудь, куда вы знаете какое-нибудь известное вам место с известным вам путем и указать этот путь вот здесь. У меня какой-то нарядкой задумчивый интернет. И он у меня не хочет открывать страничку в Chrome Driver. А? Так, Chrome Driver Safari Control Open the Page. Не отвечает. Ум, это удалось скачать Chrome Driver? Значит, это только мы такие неудачные. То есть, смотрите, план такой. Скачиваем Chrome Driver, распаковываем его. У вас должна получиться, если вы работаете под Windows, то у вас должна получиться файл типа chromedriver.exe. Если под Mac, то он просто называется Chrome Driver без расширения. И после этого указываете вот здесь, указываете путь к этому самому Chrome Driver. Пожалуй. Пожалуй. to be. Пожалуй, он не должен лечь от того, что 10 человек туда пошли. Ну да-да-да, все правильно. Ну-ка, дайте я посмотрю. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 в котором, в котором ничего не будет изначально. После того, как она появится, вы сможете выполнить вот такого типа команды, здесь набрать любой адрес, и вот этот самый новый браузер, новая окошка браузера, оно должно перейти на тот адрес, который здесь упадет. Здесь можно что угодно сейчас набирать, но я хочу конкретную страничку сейчас попарсить, вот эту. Ну, такой длинный уж точно нет, сейчас я попробую. Можете зайти просто на сайт ok-доставка.ru, покликать там куда-нибудь и зайти на любую страницу с товарами. Используйтесь. Используйтесь. 이런 скорость. Это. Используйте. Это. Используйте. Зац. Брусерен Shake. Брусеренская. Ну, давайте, чтобы у нас у всех было одинаково, вот можете найти страничку с молоком и сливками. Значит, вот ok-доставка.ru, а дальше найти страничку с молоком и сливками. Ну вот, куда вы попадаете, вот сюда, там появится длинный адрес, вот его можно туда и пить. Вот это вот, да, да, ничего не произошло, что это значит? Спасибо. 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 Смотрите, давайте мы сейчас что-нибудь попробуем отсюда вытащить. Ну вот, допустим, меня действительно интересует молоко и сливки. и я хочу, например, давайте посмотрим, как вот это устроено. Ну, например, я хочу просто вот превратить все вот это просто в табличку, в которой будет написано название продукта и цена. Ну, это я сейчас просто отдельно, вот когда я изначально открывал эту штуку, я сейчас просто отдельно работаю в Safari. Значит, давайте посмотрим на то, как устроена эта страничка и насколько легко ее будет соскрепить. Так, div class image. Значит, я хочу посмотреть на вот эту штуку. Ну, это не важно, где смотреть. Я сейчас просто это смотрю в Safari, там же, где и… Ну, отлично, смотрите. Сайт, судя по всему, достаточно простой для скреппинга. Смотрите, что здесь происходит. Вот здесь видно, что вот такая вот штука – это тег div с классами продукт и окей тема. Вот здесь класс, на самом деле мы в прошлый раз коротко про это поговорили, но я думаю, что слишком коротко. У одного и того же тега может быть несколько классов. Вот здесь это не один класс, который называется продукт окей тема, а это два разных класса – класс продукт и класс окей тем. Я подозревал, что здесь вот эта вся табличка устроена так, что каждый вот этот вот блок – это тег div с классом продукт. Соответственно, план такой. Я хочу найти теперь на страничке все теги div с классом product и внутри очередного этого тега найти, ну вот, например, вот эту штуку. здесь есть div с классом product name, внутри него есть а, и вот в этом а написано название продукта. Какие-то классы, которые разработчик сайта придумал для того, чтобы его страница хорошо версталась и хорошо отображалась. Это просто какие-то условные названия, которые разработчики сайтов придумывают в некотором смысле сами для себя. То есть, на самом деле, ситуация такая, что это инструкция браузеру о том, как нужно отображать конкретный элемент. Там есть отдельный файл, который называется css-файлом в котором написано, типа, что дивы такого-то класса нужно отображать так-то и так-то. Но мы сейчас просто используем тот факт, что этот класс, какой-то класс есть и будем на них ориентироваться. Это, на самом деле, нам повезло. Например, если вы попробуете таким же образом поскрепить, например, Instagram, то там все будет очень плохо, потому что там не будет никаких понятных классов. Эти классы будут каждый раз меняться при каждой перезапуске страницы. И там очень тяжело это скрепить. Они, видимо, специально это делают, чтобы никто не скрепил. Вот. Но вот этот сайт, судя по всему, не слишком сильно борется со скрепингом. И, ну, нет, это, так сказать, нет. Ну, я думаю, что им более-менее все равно. Я думаю, что они не сделали машиночитаемый, как бы, вариант своей информации просто от линии, а так им все равно, будет их кто-то скрепить или нет. Вот. Поэтому мы сейчас будем просто пользоваться тем, что мы примерно понимаем логику разработчиков этого сайта. Соответственно, итак, мой план такой. Я хочу найти все дивы, у которых класс product. Внутри этого дива найти див с классом product info, вытащить название таким образом, а потом найти, давайте посмотрим, как эта штука называется. Вот эту штуку. Найти. Вот такую вещь. Значит, класс. Ну, а сейчас посмотрим, может быть просто price, может быть нужно искать именно по label red, может быть еще что-нибудь. В общем, короче говоря, найти вот эту вот штуку. сейчас посмотрим, как конкретно их искать. Сейчас посмотрим, как конкретно их искать. там какой-нибудь другой этот самый. Как-нибудь по-другому называется. Эта штука называется просто price, просто price. Ну, хорошо, сейчас придумаем что-нибудь. Здесь, видимо, где-то есть, так сказать, не актуальная цена, а есть актуальная цена. Короче, реальность, как всегда, слишком сложная для того, чтобы я... Да. Ну, ладно, не страшно. Сейчас, я думаю, со Skype ничего не будет. Итак. Значит, вот у нас открылась эта страница, и я сейчас буду делать допросы, похожие на то, что мы делали в прошлый раз с помощью beautiful soap, но только я буду делать средствами Selenium, они будут выглядеть немножко по-другому. Ну, давайте, значит, что я хочу. findElement, значит, давайте findElementsByClassNate. Смотрите, значит, у Selenium есть методы, которые называются типа findElementByЧтоНибудь, а есть метод, который называется findElementsByЧтоНибудь. Вот эта вот буква S очень важна здесь. findElements будет возвращать нам все элементы по данному запросу, а findElements будет возвращать только первый. Это AnalogFind и findAll из BitFullSop, который мы создали в прошлый раз. а значит, я хочу найти все элементы по, значит, что я там хочу. вот этот div, значит, хочу просто по классу product, видимо. получится у меня такое сделать? давайте просто вот так вот пробуем. давайте просто вот так вот пробуем. чтобы я помню, какие здесь запросы. Давайте я сделаю так, сейчас посмотрим, что там будет. да, это, видимо, тот дивчик, который мне нужен. Попа, что я действительно те девочки, которые мне нужны. вот так можно посмотреть в html-код данного элемента. значит, смотрите, вот здесь должна быть буква S. проверить, что она у вас в этом месте есть. на следующем месте. Нарезал – это динамое. рфк в тюрьме. Рфк в тюрьме. Мы выбрали сейчас какой-то дивчик, который удовлетворяет вот этому запросу. И я хочу проверить, что это действительно то, что я хотел. Для этого просто смотрю в HTML-код этого дива. Ну, вроде похоже на то, что нужно. Я чуть попозже скажу, как делать более сложные запросы, чем просто вывести все теги данного класса. В принципе, не очень сложный. Но в данном случае нам повезло, и такой простой запрос вроде сделал все, что нам нужно. Отдельный квадратика. Да, это код отдельного квадратика. Именно так. Но, собственно говоря, я говорю, что если я посмотрю в текстовое содержимое, то видно, что это то, что нам нужно. Но теоретически можно было бы дальше парсить просто вот такую строку. Но я не хочу парсить эту строку, я хочу парсить HTML-ку. А именно, я хочу внутри вот этого дива, который у меня сейчас получился, взять див с классом ProductName и от него, например, получить текст. Как это сделать? Ну, собственно говоря, точно так же. Ну, давайте сейчас я скажу findElement снова by className. Как там назывался класс в этой случае? Product – это то, что мы сейчас находили. А я хочу внутри этого продукта, внутри этого продукта хочу найти название. Да, оно. Видите, когда я набрал неправильно, он выдал исключение на сочельном Intexception. О, по-моему, это очень похоже на правду. Цены здесь нету и не должно быть. Цену мы сейчас найдем отдельным запросом. Давайте посмотрим на цену. Значит, давайте еще раз посмотрим на вот эту ситуацию, когда есть цена без скидки, цена со скидкой. Допустим, что нам нужна цена, ну, вот та, по которой мы сейчас можем его купить. Давайте посмотрим на вот эту вот штуку, что тут за цена. Label Small Crossed. А это называется Price Label Red. Ага, у меня есть гипотеза. Смотрите, вот эта штука не имеет класса цена, не имеет класса price. Она имеет класс Label Small Crossed. А вот эта штука имеет... Давайте посмотрим на соседний. Да. Но главное, что давайте посмотрим на соседний. Во, отлично. Здесь тоже есть price. Короче, рабочая гипотеза такая. Все интересующие нас цены находятся в спанах с классом price. Давайте я теперь в текущем теге, в текущем div опять же, в текущем блоке найду... Давайте я сейчас пока что на всякий случай найду все элементы с классом price. Я хочу проверить сколько их там. Ну да, видно, что он один. Возможно, он нам в разных порядках возвращает эти данные. Возможно, что что-то изменилось между теми моментами, когда мы делали эти запросы. Возможно, что... Может быть, вы находитесь на другой странице. В общем, возможно, разные варианты почему это. Может быть, это я на второй странице, а вы на первенце. Конечно. Давайте я посмотрю сейчас просто. Можно открыть этот самый... Открыть этот Chrome и посмотреть, что я там вижу. А, да, я сижу на второй странице. Я просто открыл вторую страницу. Не, не важно. Так, давайте посмотрим, что я всегда буду получать один элемент здесь. Ну да, вроде бы всегда получаю один элемент. Ну, отлично. Ну, давайте теперь создадим табличку, в которой будут написаны названия элементов и цены. Значит, вот у меня прайс. Значит, я теперь могу взять текст. Ну, получится вот такая штука. Ну, хорошо. С этим текстом мы потом разберемся, что делать. Нет, это просто страничка более простая. Да, это просто реально зависит от того... Здесь действительно страничка очень простая для парсинга. Они сделали такой хороший семантический HTML, когда про каждый элемент написано, что этот элемент означает. Вчера просто случайно попались неудачные примеры. Ну, удачные, потому что они демонстрируют все трудности, с которыми вы можете столкнуться, а неудачные, потому что хочется сначала показать что-то простое, чтобы все заработало или сказали вау, как все круто. Ну, а потом уже столкнулись с реальными примерами. Ну, у нас получилось в обратном порядке, не страшно. Давайте, значит, я заведу табличку и буду делать такую штуку. Можно было бы это записать в виде спискового включения, но я сейчас не хочу. И на самом деле есть некоторые причины, почему я не хочу. Давайте посмотрим, что получится. По-моему, жизнь прекрасна и удивительна. Ну, хорошо, мне не нравится то, что у меня здесь есть вот эти вот руб, и то, что числа не числа. Ну, это мы сейчас оставим. Ну, это мы сейчас оставим. Альфу. Ну, это мы сейчас. Ну, это мы сейчас, значит, что у меня здесь, Ну, это мы сейчас. Нет, он пока, пока о чем сказали, это он и делает, пока что мы ему не сказали ходить по 7 страницам, мы не поймем по 7 страницам, он зашел на одну страницу и скачал на эту ныженную дату. Спасибо. Как, получилось? Так, давайте сделаем чего-нибудь более симпатичное. Давайте сделаем вот что. Я хочу вот эту штуку превратить в нормальное число. Ну, видно здесь, что все вот эти записи устроены одинаково. Они заканчиваются, значит, на пробел ROOP, а еще у них вместо десятичной точки запятая. Ну, давайте мы просто сделаем такую вещь, например. Значит, что я хочу сделать? Есть разные варианты, но, видимо, самый простой такой. Давайте разобьем вот эту строчку по пробелам и возьмем первый элемент. Как разбить по пробелам? Мы не зря так много тренировались. Как взять первый элемент? Значит, вот эта штука, это список из двух элементов. Ну, давайте проверим, что все действительно так работает, как я обещаю. Допустим, у меня priceText, это вот такая штука. Дальше я беру дело... Во-первых, я делаю priceTextSplit. Получается вот такой вот списочек. Теперь я от этого списка беру первый элемент. Получается вот такая штука. Ну, давайте я еще хочу заменить здесь запятую на точку. Как это сделать? Запятую на точку. А теперь я хочу все это еще превратить в число. Сразу. Вот такая штука. Вот так. Можно было сделать то же самое в таблице. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Значит, чего нам нужно сделать? Вот мы находимся... Где у меня тут хром? Значит, вот мы находимся на странице, допустим, на первой. Значит, мне теперь нужно найти вот эту вторую страницу, ссылку на вторую страницу, и по ней кликнуть. Ну, давайте попробуем это сделать. Сначала, опять же, нужно понять, где эта вторая страница находится, что она из себя представляет. Давайте смотреть. Смотрите, здесь есть div, у которого классом является pageControl. И это, видимо, ровно тот div, который нам нужен. Видит, pageControl-menu. Как вы думаете, что для нашей цели валяется вот эта кнопочка следующей страницы? Да, это хорошая идея, давайте посмотрим, что это за кнопочка такая. У нее класс RightArrow, может быть это то, что нам нужно. Ну давайте действительно на эту кнопочку нажимать, это хорошая идея. Давайте найдем, давайте проверим, что там, что мы знаем про… давайте я сейчас зайду явно на первую страницу, чтобы… это и хорошо, это и хорошо, да. Давайте я сейчас сделаю так, чтобы у меня точно было бы, чтобы я точно оказался излучен на первой странице. Сейчас еще раз себе запущу вот эту штуку. Так, значит, вот я на первой странице. И теперь я хочу найти… что там findElement… findElement by className RightArrow. две таких, две таких ссылки есть, интересно. А кто же второй? Да, тут есть такая же точно штука вторая, и видимо, нам не важно, какую из них выбирать. можно первый просто выбирать. FindElement by className. Отлично. Вот мы нашли нужную нам ссылку, что нам нужно с ней сделать. вот нам нужно по ней кликнуть. Давайте посмотрим, что получилось. Да, перешли куда надо. Методом вдумчивого изучения исходного кода страницы. Да, значит, мы поняли. Собственно говоря, мы посмотрели внимательно на… вот таким вот образом, посмотрели просто на эту штуку и увидели, что у нее класс RightArrow. Мы предположили, что это класс, который выделяет эту штуку однозначно. Казалось, что так оно и почти. А сейчас я вернусь в код. Значит, заметьте, что я здесь пишу FindElement без S, потому что я хочу просто первую ссылку, которая удовлетворяет этому требованию. Да. Собственно говоря, если у вас… если вы откроете просто страницу с этим самым браузером, так чтобы ее видите перед глазами, вы просто увидите, как это происходит, как он начинает жить своей жизнью. Ну, отлично. Давайте теперь сделаем… Нет, он не будет возвращаться на первую, потому что у него нет… потому что у него там не будет RightArrow. Он начнет ругаться. Он начнет ругаться. Он начнет ругаться, да. Но сейчас мы сделаем то, чтобы он сильно ругался. Давайте… значит… так… у меня был запрос ProductDips. Вот этот запрос. Я хотел написать бесконечный цикл, но потом подумал, ну и вот бесконечный цикл. Давайте считать, что у меня не бывает больше, чем 100 страниц, а если это бывает, то мне они не нужны. Ну, или если вам кажется, что 100 – это мало, давайте 10 тысяч. Не хочу бесконечный цикл. Давайте пока так сделаем. Сейчас посмотрим, что получится. так. Так, что-то нет, не так. Вот так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что да, он там всегда в теге price, он там всегда в теге с классом price. Сейчас, а вот чего ему не нравится, почему он не идет даже до второго... Ну, почему-то говорит, что element not visible. Почему так? Потому что у меня все-таки страница, но не так. Да, но здесь по-прежнему почему-то вторая страница открыта, хотя я вроде просил первую. Ну, давайте я сейчас попробую сделать вот так еще раз. Просто в явном виде правильный адрес загнать. Или можно, например... Ну, хорошо, давайте я попробую сейчас сделать вот так. Да. Нет, теоретически он может еще, например, запомнить, на какой странице я был в прошлый раз, и выдать мне именно эту страницу. Такое тоже возможно. Да, вроде бы это ровно та же самая страница. А, я понял, у меня был... Решетка была лишней. Вот так должно сработать. Так. Ага, значит, видимо, он выдаст вот такое исключение, когда его не найдет. Element Not Visible Exception. Этот Element Not Visible Exception, видимо, является объектом из этого самого селения. Ну, давайте найдем его. Вот. Ну, вот так. Значит, я импортировал соответствующее исключение. Думаю, это оно. Что, что? Но, когда я запустил этот код изначально, он мне на второй странице выдал исключение, которое называется вот так. Element Not Visible Exception. Я хочу это исключение перехватить. То есть я хочу, чтобы, когда это исключение возникает, программа бы корректно завершалась. То есть она понимала бы, что просто элементы закончились. Для того, чтобы перехватить конкретно это исключение, мне нужно на него, так сказать, правильно сослаться. Но вот для того, чтобы на него правильно сослаться, мне нужно было найти, где оно описано в этой библиотеке. Ну, я методом нехитрого тыка, но можно было прочитать документацию и найти, где оно там определено вот в этой библиотеке. Оно определено где-то вот здесь. Соответственно, после того, как мы его импортировали, мы можем его упоминать вот здесь в блоке Excel. Продолжение следует... 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 Здесь есть некая проблема. Всякий раз, когда вы работаете с такими динамически обновляемыми сайтами, вы... Может такое произойти, что вы, например, сделали клик, а после этого сайт начал что-то там думать и менять страницу, а вы... А вы... Он еще не успел вам эту страницу обновить с толком, а вы начали с ней работать дальше. И при этом вы можете получить что-нибудь не то. Я не знаю, по всей видимости, единственное решение, которое здесь есть, такое довольно-таки железобетонное, это... После того, как вы совершаете какое-нибудь действие, типа перехода по ссылке или еще что-нибудь, добавить слип. Давайте я добавлю здесь слип, допустим, 3 секунды. Слип – это команда, которая говорит, что в этом месте нужно остановиться и ничего не делать. За одно количество секунд. Это позволяет браузеру... Правильно поставленный слип позволяет браузеру сделать все, что он должен сделать. Но, собственно говоря, вы же видите, когда вы кликаете по этой ссылке, там начинает что-то там такое крутиться и так далее. Но при этом программа может идти дальше, сколько она работает независимо от этого браузера. Самый простой способ, как это обойти, это поставить слип побольше. Но есть другие способы. Вы можете пытаться как бы постоянно опрашивать страницу и спрашивать у страницы, дескать, готова она или не готова. Но для этого вам нужно написать какой-то код, который будет проверять готовность. Но вот давайте я сейчас написал вот этот слип. Давайте проверим, что у меня все отработает. Сейчас посмотрим. Вот если вы видите сообщение, что-то там стоял или нет чего-то там, то это означает примерно следующее, что вы пытаетесь обратиться, например, к элементу, которому уже не существует. Потому что, ну вот, как вы представьте себе, что вы сначала спросили у страницы какой-то дифф по какому-то запросу. А страница вам этот дифф выдала. А потом, после этого отработал джелл-стрип, то он этот дифф убил. Вместо него сделал другой дифф. Как бы у вас в программе остается ссылка на вот этот старый дифф, которому уже на самом деле нет. И при этом может возникнуть вот такая ошибка по поводу стейл элемент чего-то там. Вот я думаю, что вот таким вот слипом это должно решиться. Сейчас, давайте посмотрим, что у меня пишет. У меня он вроде до конца отработал. Да, вот оно появилось. Сейчас, ну, не на столько же у вас долгий слип. Сейчас, давайте посмотрим, давайте попробуем. Так, что значит, хом, балансы, нюн, пиньи. Так. Ну, потом тоже, чтобы было пьено закрасить, сказать, что это уже много. Так, что ты сам знаешь, а это как-то не будет. А, вот здесь, вот в этом месте, вот в этом месте. Так, вот в этом месте, вот в этом месте, вот в этом месте. Так, вот в этом месте. Спасибо. 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 Давайте я скажу одну вещь и мы делаем перерыв. Я просто сейчас столкнулся с несколькими ситуациями. Смотрите, если у вас вот здесь в адресе ссылка заканчивается, решетка, а дальше что-то там, то вот такие адреса браузер обрабатывает специфическим образом. Он на самом деле не производит переход на другую страницу. Ну, потому что это синтаксис, который используется для того, чтобы переходить в другое место текущей страницы. Этот синтаксис используется, в частности, для того, чтобы вызвать JavaScript. В частности, может такое случиться, что если у вас вот этот адрес, на который вы вроде как изначально переходите, заканчивается чем-нибудь таким после решетки, то может такое случиться, что он вместо того, чтобы действительно загрузить страницу заново, он сделает, ну вот примерно то же самое, что происходит, когда я кликаю по этой самой, по кнопочке соответствующей. И дальше вы сталкиваетесь с теми же самыми проблемами, с которыми вы сталкиваетесь в этом месте постоянно. То есть вместо того, чтобы дождаться, когда страница полностью загрузится, браузер сразу же скажет, что он готов дальше работать, и при этом страница будет еще не готова. И поэтому у вас может возникнуть такая же ошибка в тот момент, когда просто в самом начале у вас будет где-то здесь, возникнет такая же ошибка. Потому что вот этот запрос, он на самом деле не запрашивает страницу, а на самом деле ее перезагружает с каким-то действием. Но тем не менее, вот такой код, видимо, вполне рабочий, и он нам сделает то, что нам нужно уже по двум страницам. Ну даже не обязательно по двум здесь, если было больше страниц, было бы... Сделал бы по большему. Давайте сделаем на этом месте 10-минутный перерыв, продолжим в 20.50. Я не знаю просто, что за формат DBF, но... Скорее всего, есть какая-нибудь библиотека, которая позволяет его читать и делать из него вот этот фрейминг. Во-первых, можно посмотреть, может быть, просто есть Pandas, ReadDB. Это что такое? Это что, баз данных, какая? Да, это ЦП, там данных. А, ну, тогда надо смотреть, что это за формат. Форматы бывают разные. Бывают форматы типа Microsoft Excel. Ни один живой человек не будет писать самостоятельную программу, которая будет пытаться их читать. Просто потому, что это такие библиотеки уже написаны. Но, возможно, что это какой-то хитрый формат, который никто не умеет читать и нам могут идти первым, кто напишет это. Но, скорее всего, их кто-нибудь уже написал. А можно просто загуглить типа Python Read вот этот формат. И теперь, например, если я не могу, то, чтобы я не могу слушать его. Хорошо. Ну, что это? Ну, спасибо. Спасибо. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо. Продолжение следует... 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 Допустим, меня интересуют какие-нибудь ссылочки где-нибудь вот здесь... Вот эти ссылки категорий... Я хочу понять, как они выглядят... спам спам-класс да, тут, пожалуй, слишком хорошая страница, чтобы на ней показывать то, что хочу показать, но неважно допустим, что, ну вот я не знаю, например, меня интересуют вот эти вот лишки и я знаю, что у этих лишек есть класс visible items но я при этом думаю о том, что класс visible items есть не только у этой лишки, но и у каких-нибудь других тегов а я хочу именно лишку с классом visible items как это сделать? ну вот, с селениуми для этого используется штука, которая называется CSS selector и выглядит это так например, find elements by CSS selector и selector, например, такой л и решетка visible items нет, сейчас не то я сделал, а, не решетка, точка мне все равно не хочет потому что я неправильно visible items вот так значит, вот такая запись означает следующее она означает, что я хочу все теги le с классом visible items более того, я теперь могу внутри каждого тега le с классом visible items найти еще что-нибудь например, я хочу от этого тега взять кто там внутри лежит внутри этого le внутри лежит input а после этого input чего у нас там лежит? лежит A вот я могу сделать такой запрос давайте посмотрим, что это у нас такое получилось ну, например, я хочу просто посмотреть, что за текст ну да, это вроде то, что я хочу то, что я хотел что означает этот запрос он означает, что мы внутри тега le с классом visible items находим все теги A точнее, внутри всех тегов le находим все теги A давайте проверим getProperty in HTML действительно ли у нас есть ну да, это вот те самые теги A которые я искал нужно посмотреть out of HTML вот они, эти теги A вот вот с помощью такого типа запросов можно на самом деле достаточно быстро выбирать нужные вам теги а? 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 ну, что-нибудь можно дальше сделать вот мы нашли эту ссылку, а дальше мы можем, я не знаю попросить на нее кликнуть что-нибудь как бы дальше уже мы с этой ссылкой можем что-то делать в зависимости от того, что нам нужно а? а? вот на самом деле это есть целый такой язык запросов который называется, как раз, собственно говоря, они, эти запросы называются Cessor Selector и теоретически здесь можно делать очень сложные вещи можно типа попросить выдать там каждый второй тег, который лежит внутри другого тега который лежит внутри тега с данным классом который лежит внутри тега с данным модификатором и так далее в общем, там достаточно достаточно богатый язык и я, честно говоря, его довольно плохо знаю потому что довольно часто можно получать эти запросы автоматически для этого нужно поставить в Chrome давайте я запущу себе Chrome, еще один здесь нужно поставить extension, который называется Selector Gatsuit так, это у меня какой-то Chrome, давайте я на всех случаях запущу новый а, он у меня уже поставлен, но давайте я напишу SelectorGadget вот, SelectorGadget.com он работает, кажется, только под Chrome а под Firefox, кажется, не знаю, есть ли паналок под Firefox или нет под чем, под Firefox? а, ну отлично, значит есть после того, как вы эту штуку устанавливаете у вас появляется вот такая вот кнопочка здесь на экране не очень хорошо видно, но я, к сожалению, не знаю, как сделать покрупнее вот, и эта кнопочка совершенно чудодейственная давайте я возьму тот же самый сайт, как и доставка и например, я хочу вытащить вот эти вот ссылочки я беру SelectorGadget, включаю его и кликаю по той ссылке, которая мне нужна он автоматически мне пишет он автоматически мне пишет селектор, которому удовлетворяет те ссылки, по которым я кликнул но вот сейчас, допустим, меня интересуют только те ссылки, которые вот эти черненькие а вот эти красненькие не интересуют я просто беру и исключаю эти красненькие из своего запроса у меня теперь зеленым выделена только одна ссылка, но я хочу не одну ссылку, я хочу больше, чем одну ссылку я хочу еще вот эту ссылку эээ так, нет, ну у меня так что, теперь по одной, что ли, будет их добавляться? нет, это плохой был пример видимо, здесь это как-то как раз реализовано не очень хорошо давайте какой-нибудь другой пример приведу допустим, я хочу все-таки выделять цены так, ну здесь все цены с... тоже плохой пример здесь все в один ход сделалось давайте все-таки вернемся в нашу... что мы там смотрели? молоко молоко и сливки да, вот смотрите, допустим, я хочу вот эти вот самые цены, которые здесь есть я кликнул сюда и мне выдали селектор, который выделяет только элементы с классом Label Red это означает, что выделились только те, которые со скидкой вот этот выделился, а вот этот не выделился ну давайте объясним ему, что мы хотим не только вот это, но еще и вот это так, отлично, теперь выделились все, у которых класс Label но видно, что вот этот лишний давайте мы по нему кликнем еще раз и его исключим таким образом вот все, теперь выделились ровно то, что нам нужно видите, то, что желтым подсвечивается и это ровно и тому, что нам нужно соответствует вот такой селектор ну, собственно говоря, это то, что мы перед этим сделали вручную мы перед этим вручную, методом длительного вглядывания в исходный код и угадывание мыслей разработчиков поняли, что все актуальные цены имеют класс Price но вот сейчас я просто сделал ровно то же самое просто, так сказать, совершенно не включая никакую высшую нервную деятельность я кликал по тем ссылкам, по тем элементам, которые мне нужны исключал те элементы, которые мне не нужны и через три итерации автоматически пришел к тому селектору, который оказался правильным вот, штука эта совершенно чудодейственная то есть она позволяет, довольно часто она позволяет сэкономить время именно не вручную изучать исходный код и смотреть, какие же там классы, айдишки, теги и так далее вам нужны а просто вот так вот сделать несколько кликов перейти в ситуацию, когда у вас выделено ровно то, что вам нужно а ровно то, что вам не нужно, не выделено и вы таким образом получите все элементы заданного с заданным типом зеленое это то, что мы явно сказали, что мы это хотим а желтое это то, что сейчас выделено кроме того, что мы явно сказали, что мы хотим красное это то, что мы сказали, что мы этого не хотим слайдер ну как бы если ну давайте посмотрим не, ну чего он дал, нет, ну смотрите значит, он выдал он выдал как раз хорошую он был как раз хорошую штуку смотрите, он выдал селектор, который начинается с решетки решетка означает айди если у тега есть айди, то это означает что такой тег единственная на странице с таким айди, поэтому когда мы сюда кликнули, он просто сказал что вот мы, видимо, хотим ровно вот этот ровно вот эту штуку и никакую другую и ровно она и выделилась это нормально ну например, мы хотим вот эту и одновременно с этим мы хотим вот эту внизу такую значит, что у меня там выделилось это имж имж, а имж здесь тоже хочу а имж но он, видимо, просто написал сейчас перечисление двух он, возможно, сейчас написал перечисление двух элементов ну короче, как и всякая автоматическая штука там довольно часто эта вещь позволяет сэкономить время но иногда не работает ну так всегда бывает вот и это первое, что я хотел сказать про веб скрепинг дополнительного вторая вещь, которую я хотел сказать такая да, сейчас, давайте я давайте я сделаю просто еще раз сделаю тут селектор, который у меня получился значит так так, а потом вот так вот такой селектор и давайте я его добавлю в инспектор ну там нужно кликать ровно по тому элементу, который вам нужен find element by CSS selector вот так ну вот они все эти все эти штуки нашлись вот дальше история про веб скрепинг в общем на этом только начинается на самом деле потому что ну во-первых простые вещи вы можете делать с помощью Selenium с браузером более-менее все что угодно вы можете заполнять формы вы можете кликать по каким-нибудь ну вот по каким-нибудь ситуациям когда вы кликаете по какому-нибудь меню а у вас там вылезает какое-нибудь другое меню и вы можете кликнуть сначала по первому потом по второму и так далее это может потребовать какого-то времени всякие такие штуки но в общем это всегда делается а то есть как бы все что вы можете более-менее все что вы можете сделать вручное можно автоматизировать с помощью Selenium исключение составляют сайты которые основаны на каких-нибудь странных технологиях типа Flash или не дай бог Silverlight мне однажды попросили соскрепить сайт который основан на Silverlight ну я конечно описал как это теоретически можно было бы сделать но это так сказать серьезная работа и это вот так просто не делается ну просто потому что там всякие такие технологии они используют не браузер они используют там совершенно другие вещи в общем все что основано в конечном итоге на HTML в JavaScript и так далее все это автоматизируется с помощью Selenium но дальше вы можете столкнуться с проблемой например ну бывают разные ситуации бывают люди которым там люди компании которым неважно со скрепит их сайт или не со скрепит ну вот это окей доставка видимо относится к такому типу они как бы и они сделали сайт который очень легко скрепится но при этом ну и то есть я не знаю может быть если бы я сейчас запустил бы скрепинг по всем-всем-всем страницам они меня забанили но вряд ли а вот но бывают ситуации когда владелец сайта вам противодействует не хочет чтобы его скрепили ну в принципе это понятно непонятно чего бы ему хотеть чтобы его скрепили потому что но чаще всего люди делают какие-нибудь сайты там для того чтобы к ним заходили другие люди смотрели рекламу например если это какой-то информационный ресурс не коммерческий как вот этот сайт интернет-магазин а что-нибудь информационное но проблема в том что роботы не смотрят рекламу поэтому владелец такого сайта совершенно не заинтересован в том чтобы его скрепили но вот например там инстаграм очень неудобен для скрепинга и они видимо это делают специально мне так кажется вот с этим опять же можно побороться в какой-то мере но может потребовать кучу времени наконец какая-то ситуация да значит вот те технологии которые мы сейчас обсуждали они довольно медленные то что мы обсуждали вчера и то что мы обсуждали сегодня это скрепинг в один поток то есть это означает что вы фактически эмулируете просто вот как бы вы бы сами бы кликали мышкой в одном окошке браузера до тех пор пока вам сервер не ответит на очередной запрос вы новый запрос не сделаете можно скрепить с помощью других инструментов например есть такая библиотечка которая называется скрепи и я не успеваю сейчас про нее рассказать она требует просто дополнительно всяких знаний там связанных хотя минимальное представление об объектном программировании вот ну вот есть библиотечка скрепи которая позволяет скрепить сайты там большое количество потоков вы запускаете там 100 потоков и в 100 потоков одновременно параллельно делаете запросы на сервер сервер это видит говорит боже мой что такое какой-то непонятный непонятный IP адрес идут какие-то дикое количество запросов ни один живой человек такое количество запросов сделать не может ну значит меня скрепят значит это какой-нибудь бот давай-ка я его заблокирую и вы там через пять минут таких запросов видите что вас просто забанили и больше этот сайт на ваши запросы вообще никак не реагирует говорит что извините все до свидания вот ну дальше начинается такая борьба щита и меча с той стороны люди пытаются сделать так чтобы их не соскрепили с этой стороны люди пытаются соскрепить даже тогда когда нельзя вот ну и как-то никогда не понятно чем эта борьба закончится в конкретной ситуации ну там есть разные технологии вы можете дальше пытаться использовать разные прокси серверы менять их динамически вы можете подключаться из питона в тор через тор делать запросы дальше когда вас блокирует очередной торовский узел вы меняете айпи адрес средствами тора вот очень короче говоря это там отдельное детективное приключение такое есть вы если вы как бы будете этим заниматься вы с такими чем будете сталкиваться нет не похож он работает как раз я не знаю можно ли прикрутить к скрепи селению может быть можно у меня маленький опыт работы со скрепи но в целом скрепи скорее работают в парадигме делать запросы вот так как мы делали в прошлый раз получите робо-граузер вот на скрепи там немножко по-другому нужно писать код то есть вы описываете именно во первых он может сам ходить по ссылкам то есть вы ему можете сказать типа вот вот тебе сайт вот иди по всем ссылкам и с каждой страницей делай делай такую то вытаскивать с каждой страниц такую информацию вот его на самом деле можно очень хитро программировать то есть у него возможность огромная но это именно для такого профессионального скрепинга если вам нужно реально там не десять страничек со скрепить или там что-нибудь такое очень простое а если вам нужно скрепить миллионами какие-нибудь страницы там с разных сайтов чего-нибудь такое в общем отдельный инструмент И я про него не очень хорошо знаю, один раз я его освоил до той степени, что я мог показать какой-то пример на похожем занятии. Но сам я никогда не использовал, мне всегда хватало, когда мне что-то нужно, мне обычно хватает более простых инструментов. Ну вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать про веб-скрэппинг, и веб-скрэппинг – это такая история, когда вы пытаетесь добыть информацию из какого-то сайта, и при этом владелец сайта вам в лучшем случае не помогает, а в лучшем случае препятствует. Бывают и другие ситуации, когда владелец сайта вам хочет отдать информацию в машиночитаемом виде. Это называется, здесь ключевое слово API – Application Program Interface. Разные сайты могут предоставлять доступ к своим ресурсам с помощью API. Это означает, что сайт создает специальный интерфейс, с помощью которого с него собираются данные не людьми, а программами. И давайте я покажу вам один пример, видимо, на большее, у нас не хватит времени, один пример использования API. есть такой сервис – Яндекс Гео Кодер. это сервис, который позволяет по координатам найти, по адресу найти координаты. Опять же, это то, что происходит, когда вы заходите в Яндекс Карты и набираете там, я не знаю, армянский перелог Дом-4. Для того, чтобы отобразить вам соответствующую картинку, первое, что делает Яндекс, это находит координаты этого объекта. И вы можете отправлять такие запросы в автоматическом режиме. Вот, я зашел на страницу этого гео-кодера, здесь есть документация, но я сразу пойду в раздел «Премьера», потому что раздел «Премьера» – это самый важный раздел в любой документации. Вот пример запроса к Яндекс Гео Кодеру и его ответы. Давайте я сейчас покрупнее напишу запрос. Давайте сначала я покажу вам ответ крупно. Смотрите, вот эта штука, которую нам сейчас вернули, она похожа на HTML, но только теги здесь совсем другие. Вот эти вот штуки в угловых скобках – это по-прежнему теги, но только они здесь уже имеют отношение не к веб-страницам, а имеют отношение к географическим объектам. Это пример кода на языке, который называется XML. «Extensible Markup Language». Значит, я правильно был бы сказать на мета-языке XML, потому что на XML можно делать разные языки. В частности, HTML в какой-то мере является подмножеством XML. «Немножко обманываю», но не сильно. Давайте сделаем такой же запрос к этому же Яндекс Гео Кодеру. Значит, мне нужен по-прежнему библиотека request, как и в прошлый раз. Значит, запрос мой сейчас выглядит вот так. Но давайте я его немножко по-другому оформлю. Вот эта часть адреса до знака вопроса – это, так сказать, адрес самого по себе API. А вот эта часть – это сам по себе запрос к этому API. Запрос выглядит как-нибудь так. «Норе, давайте, арминат, пироулок». Дальше. Значит, эту строчку можно не перенабирать, а просто что я показал, но, в принципе, я показал простройство примерно. Спасибо. Вот, собственно говоря, видно, что нам тут вернули. Давайте я распечатаю это в таком виде. Вот она, эта самая XML. И, допустим, что я хочу в этой XML найти координаты. Если я внимательно поищу, то координаты вот они. Есть tagpoint. Внутри этого tagpoint есть tagpos и это как раз координаты точки. Это все можно распарсить с помощью того же самого beautiful soap, который мы обсуждали вчера. Только в качестве второй опции нужно указать XML в качестве второго аргумента. это инструкция beautiful soap, а что в данном случае мы имеем дело не с HTML страничкой, а с некоторым произвольным XML документом. теперь мы можем здесь искать теми же средствами, которые мы обсуждали вчера. вот, например, найти tagpoint. Такпоинт. 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 давайте все это обернем в виде функции. Такпоинт. 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 Продолжение следует... 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 Но суть в том, что то, что идет после знака вопроса, это перечисление в формате ключ равняется значению какой-то дополнительной информации. И когда я делаю запрос такого вида, я могу не формировать явно весь этот адрес вручную, не пытаться вставлять вот эти амперсандики, вот этот знак вопроса, а поручить это делать тому же, в той же самой библиотеке request. Ну и делается это так. Вы описываете вот эту часть до знака вопроса. И вы описываете словарь, состоящий, словарь ваших параметров. В данном случае это будет что-нибудь такое. После этого вы делаете... Передаете второй аргумент, который называется парамс. Но я в данном случае вот эту перемену тоже назвал парамс, но я ее мог назвать по-другому как-нибудь. Давайте я ее назову player. Простите, get. Значит, вот сейчас вот этот запрос, который я сделал, это все равно, что я бы в строке браузера набрал бы вот такую. Понятна связь между этими двумя вещами? То есть, короче говоря, это означает, что вот эту часть запроса вам формируют вручную и не нужно. Вы ее можете просто передать в качестве второго аргумента вот так в виде словара. Вот здесь могло бы быть больше аргументов. Здесь могли быть еще какие-нибудь аргументы, типа, выдать мне там только первые пять ответов или еще что-нибудь. Это уже зависит от дизайна самого по себе API, какие аргументы это API принимает. В данном случае я точно знаю, что она принимает аргумент-формат. А что такое формат JSON, это я сейчас скажу отдельно. Здесь это пока что просто пример запроса вот такого вида. С несколькими аргументами. Давайте посмотрим, что нам вернулось. Вот смотрите, в этот раз вспоминается сказка про золотую рыбку. В этот раз Нев отвернул нам нечто другое. Раньше это был XML, там были угловые скобки и теги в угловых скобках. А в этот раз вернулась некая другая штука. Видите, она похожа на самом деле на какой-то питоновский объект. Здесь есть фигурные скобки, кавычки, двоеточие, квадратные скобки. И в принципе все это выглядит как, ну в общем, какой-то как минимум словарь, судя по этой фигурной скобке. Мы от этого словаря видим только небольшой кусочек сейчас, но мы видим, что это словарь, у которого есть запись, response. А эта запись, значением ее в свою очередь тоже является словарь, ну и так далее. Тут какая-то сложная структура. Вот такая штука представляет собой так называемый JSON-объект. JSON это переводится как JavaScript Object Notation, хотя уже к JavaScript не имеет никакого отношения. Это один из двух сейчас наиболее популярных форматов представления структурированных данных, когда разные информационные системы обмениваются между собой. Информацией, вот сейчас чаще всего они обмениваются либо в формате XML, ну там на каком-то языке, основанном на XML, либо в формате JSON. Соответственно, в данном случае вот эта API-шка Яндекса умеет возвращать данные в обоих форматах по нашему запросу. Как нам больше нравится, так мы и получаем. Соответственно, контролируется это вот этим вот полем формата. В данном случае я попросил прислать мне JSON, мне прислали JSON. Но сейчас вот в этом r.txt находится просто текстовая строка. Я могу ее превратить в Python-овский объект. И это на самом деле делается автоматически, потому что в реквест автоматически запускает библиотеку JSON. и вот таким образом можно получить доступ к ответу уже в виде честного питоновского объекта. Но оно выглядит еще не настолько красиво, как могло бы. Но, по крайней мере, можно посмотреть, кто оно такое. Видно, что оно Dict. Можно посмотреть, какие у него есть ключи. У него есть единственный ключ – response. Можно посмотреть, что лежит в записи с ключом response. Лежит вот такая штука – GeoObject Collection. То есть лежит тоже слова. Можно посмотреть, кто это. Тоже Dict. Можно посмотреть на его ключи. Ну, отлично. Это словарь, который тоже одна запись. Ну, давайте посмотрим, что там такое есть. Ну, отлично. Это еще один словарь. Ну, вообще хорошо. Давайте посмотрим, какие у него ключи. Вау. Есть какая-нибудь максимальная лабината? Нету. Ну, то есть, наверное, она есть просто потому, что, начиная с какого-то момента, компьютер не будет в состоянии обрабатывать. Но вообще, теоретически, это может продолжаться до бесконечности. Ну, не до бесконечности, но до сколь угодно длинные штуки. Так, кажется, интересующая нас информация. Но можно сейчас прикинуть, где она находится. Вот, допустим, мы опять же ищем те же самые координаты. Вот они, эти координаты. Значит, эта информация лежит в... Вот. Значит, у нас есть две записи. Вот мета-дата-проперти. Это запись, значением которой является тоже какой-то словарь. А вот feature-member. И, видимо, то, что нас интересует, лежит в feature-member. Feature-member. Во. Мы столкнулись, на самом деле, с чем-то новым. А в этот feature-member это, на самом деле, список. Давайте возьмем его нулевой элемент. Это словарь. Давайте возьмем геообъект от этого словаря. О, боже мой. Вот. У этого геообъекта есть point. А у этого point есть post. Терялось. Да не мудрено. Вот. Вот такой путь к нужному нам элементу. Ну вот, в JSON, в отличие от XML, по крайней мере, если пользоваться стандартными средствами Python, то есть просто превратить JSON-овский файл в Python-овский объект, нет никакой возможности как бы перескочить через несколько уровней иерархии. Нам нужно явно указать весь полный путь к той записи, которая нам нужна. Зато нам не нужна никакая дополнительная библиотека. Мы сейчас работаем с честным Python-овским объектом. Это объект, который является словарем. Внутри него есть словарь, внутри него есть словарь, внутри него есть список, внутри него есть словарь, внутри него есть словарь, внутри него есть нужная нам запись. вспоминается другая сказка про Кащей. Вот. Соответственно, в принципе, можно было бы сделать то же самое, что мы сделали вот здесь, сделали с помощью XML, можно было бы сделать то же самое с помощью JSON. Соответственно, мне нужен был бы никакой BeautifulSoap тогда, мы просто бы сделали вот так, а теперь вернули бы вот такую штуку. Ну да. Вот. Соответственно, довольно часто данные, которые вас интересуют, лежат в виде JSON-ов где-то. Они могут отдаваться API-шками в виде JSON-ов, они могут просто лежать в виде JSON-ов. Но JSON- это такая универсальный способ хранить структурированную информацию, которая сложнее, чем табличка. когда у вас есть, ну, что-то, что более сложное, чем просто табличка, состоящая из строк. Какая-то более сложная иерарция. JSON- очень распространенная вещь. Давайте я покажу одну штуку, которая позволяет упростить работу с JSON-ами. Давайте я покажу одну штуку, которая позволяет упростить работу с JSON-ами. Где-то у меня здесь был специальный магический код. Вот он. Еще в 2015 году написал. А, нет, не здесь. Не это. Вот. В 2017 году просто написал. Это заклинание, смысл которого я не знаю. Я его утащил. Ну, вот здесь написано, куда я его утащил. То есть после того, как вы это заклинание выполняете, можно... Вот так вот рендерить JSON. Ну и так далее. То есть он показывает не сразу весь целиком, а он показывает какие-то от него маленькие кусочки, и вы можете по этим кусочкам ориентироваться. Вот. То, что я этот там выше делал вручную, вручную показывал список ключей каждый раз очередного словаря, а дальше шел куда-то по этим ключам. Ну, здесь можно это делать в таком более интерактивном режиме. Вообще, если говорить про API, то у разных сайтах есть API, иногда довольно неожиданные, иногда ожидаемые. Зачем, казалось бы, разработчикам сайтов делать API? Ну, для разных целей. Начинается с того, что некоторые API просто... Некоторые сайты предоставляют доступ к API просто за деньги. Ну, например, если вам нужно делать запросы к Google в промышленных масштабах, то вы можете этому Google не слишком много заплатить, ну или не слишком мало, в зависимости от степени промышленности и масштабов. И дальше делать запросы просто с помощью API. Он вам вместо того, чтобы выдавать страничку, которую вам нужно будет еще раз соскрепить, да еще не быть забаненным этим самым Google, он вам будет просто выдавать ответы в виде вот такого вот хорошо читаемого JSON. Мне в какой-то момент нужно было сделать 100 запросов к Google, я ему заплатил 5 долларов, сделал 100 запросов, вот, и был этим доволен. Иногда это API, которые нужны для того, чтобы какие-то разработчики сторонние писали свои программы. Например, ВКонтакте предоставляет достаточно богатые возможности API, они нужны для того, чтобы сторонние разработчики могли писать программы, которые работают на базе платформы ВКонтакте. То есть, могли бы работать с сообществами, с пользовательскими данными и так далее. Там, допустим, ВКонтактовская API бесплатная, но она там имеет какие-то свои ограничения. Вот. Там, допустим, Twitter предоставляет какие-то данные бесплатно, какие-то данные за деньги. В общем, бывают ситуации, когда нужная вам информация хранится в виде API, и вы можете с ней вот так вот хорошо работать. Гораздо проще, чем заниматься веб-скрепингом, потому что данные уже находятся в машиночитаемом формате, предназначенном ровно для того, чтобы их обрабатывал компьютер. Но в каждой конкретной ситуации это нужно читать документацию по поводу того, как API устроено, какие запросы к нему можно делать, какие есть ограничения и так далее. То есть, это каждый раз какая-то такая творческая работа. Мне в какой-то момент кто-то прислал, значит, кто-то задал вопрос и просил помочь разобраться с каким-то API. И мне прислали документацию к этому API, которая представляла собой 100-страничный вардовский документ, в котором не было ни одного примера использования. Это была API сайта какого-то из российских государственных ведомств, только они могли сделать такую вещь, когда вроде бы документация есть, вроде бы все документировано, но пользоваться этим невозможно совершенно никак. Ну да, а чтобы галочку поставить, да, да, да. Я посмотрел на все это грустное и сказал, нет, здесь мое кунг-фу бессиле. Но, тем не менее, чаще всего есть какая-то документация, которая в той или иной мере понятна, и ею можно пользоваться. Очень разные вещи можно делать. Например, скажем, в какой-то момент мне нужно было сделать некоторую массовую операцию с моими фотографиями, которые мне выложены были на сервисе Flip. Мне нужно было у всех фотографий поменять некоторый атрибут в описании. И по фотографии там у меня несколько там тысячи, может быть. Я подумал, что я вручную задолбаюсь это делать, но я потратил вечерок, чтобы написать скрипт, который мне все это сделал за несколько минут. В тот же день мне нужно было писать какой-то отчет по какому-то гранту. Это особенно способствовало написанию скриптов для того, чтобы работать с фотографиями на Flip. Вот. Хорошо. Что вам еще интересного рассказать про работу со всякими структурированными данными? Наверное, я рассказал более-менее все. А? А, да, давайте я покажу. Да, давайте вернемся. У нас есть 15 минут или 14 минут. И давайте я действительно покажу, как можно форму заполнять в Selenium. Это как раз то, что я не рассказал, потому что побоялся, что мне хватит времени. А теперь видно, что время есть. Давайте я это покажу. Давайте вернемся, значит, в предыдущий сюжет, в сюжет про Selenium. Давайте найдем какой-нибудь сайт с какой-нибудь формой. А, ну, собственно говоря, вот смотрите, здесь есть форма поиска. Давайте попробуем эту форму заполнить. Посмотрим, что будет. Опять же, мне нужно посмотреть, как это поле ввода в форме называется. Так, давайте я вернусь туда, где у меня большой. Смотрите. Значит, обычно поля ввода находятся в формах. Форма – это такая штука, которая объединяет несколько полей ввода в некоторую такую единую смысловую. штуку. И в данном случае вот у нас есть форма, в которой есть несколько инпутов. И вот это просто какие-то скрытые для нас инпуты, просто какая-то информация передается сама собой. Но здесь есть и нужный нам инпут. Вот он. У этого инпута нам повезло, у этого инпута есть id. Это означает, что мы по этому идентификатору, по этому id можем однозначно эту штуку идентифицировать. И давайте посмотрим, как все это выглядит. Давайте я даже по такому случаю сейчас просто открою одновременно два окошка. Окошко Safari, окошко того хрома, в котором все это будет работать. Работает? Так. Это у нас Safari. Эй. Угу. Так. А где у нас Chrome, в котором все это мы когда-то давно открыли? Вот это может быть он. Так. Ну давайте я сейчас просто перейду, например, на главную страницу. А где-то. Да, это вот тот самый браузер. Так. Давайте я... Так. Значит, как у нас эта вещь называется? Вот так она называется. Find element by id нам сейчас нужно. У элементов форм обычно есть name и довольно часто проще искать по name. Но в данном случае нам повезло. Есть ID. ID это уникальная штука, а name не обязательно. Поэтому давайте я сейчас буду искать по ID. Значит, search. Давайте посмотрим, что что-то нашлось. Да, что-то нашлось. Допустим, я хочу найти брюху на этом сайте. Я выделил сейчас, как бы я выбрал вот этот элемент поисковый. И я использую метод sendKeys, который позволяет мне просто сделать вид, что я на клавиатуре набираю какие-то буквки, находясь внутри этого элемента. Ну давайте вот я сейчас нажму и посмотрим, что получится. Ничего не получится. Интересно. Что-то новенькое. Значит, я все-таки неправильно запрос сделал. Ну, казалось бы, вряд ли он должен дискриминировать брюкву. Сейчас, давайте я проверю, что я правильно все взял. Что, не это брюквы? Ставишься понять, что ты делаешь не так? Нет, мы пока что ничего не нажали, мы пока что сделали ровно то, что сказано. Мы отправили кнопки, то есть отправили нажатие на клавишу. А я даже этого не сделал, потому что у меня что-то ничего не работает. Да, вот оно вроде бы. Вот этот текст. Ну, ладно. Это тоже нет. Текст. Украина. Да. Пожалуйста. Я вам, пожалуйста. Это тоже нет. Украина. 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 Я вам показала, что вы можете сделать случайный дом. очень странно всех работают кроме меня значит казалось бы он уже на гет откликается Но сейчас она должна быть в порядке. Хорошо, допустим, я воспользуюсь каким-нибудь другим сайтом, где есть поиск. Руикпедия оп.